Мы можем влиять только на свои собственные когнитивные искажения, поэтому вопрос не в том, чтобы вы обучили своего сотрудника навыкам преодоления когнитивных искажений, хотя это очень полезно. Вы не можете быть уверены, что он их начнет использовать там, где это вам нужно. Это знание и способы преодоления этих когнитивных искажений. Поэтому задача состоит в том, чтобы улучшить качество реконструкции ситуации. Если вы понимаете, какие когнитивные искажения работают в данный момент в голове вашего сотрудника, вы реконструируете ситуацию значительно точнее. Вы в этот момент будете, он перед вами уже не просто какой-то там закрытый ящик Пандоры, понимаете, а ясная, понятная карта, на которой есть разные пункты, которые вы реконструировали, увидели. И вы знаете, что он будет так считать. Он считает, что то, что он сделал, условно говоря, в продукте, ну, абстрактный пример, это что-то, что вообще просто делает этот продукт абсолютно неотразимым. Дальше вопрос. Юридический. Как вы это обстоите юридически, чтобы он, может быть, сохранился в истое, как бы, в ощущении, что он невероятно значим для этого, но при этом это не повредило структуре бизнеса? Это может быть хорошо для понимания того, на какой почве изъезжаются конфликты, которые возникают внутри вашего коллектива. Вы подумайте, вот если есть ребенок, он же думает ошибочно, да? Вы же не удивляетесь тому, что он говорит, что там, я не знаю, вы ему запрещаете третье мороженое, а он хочет третье мороженое. Ну, как бы, вы же не пытаетесь объяснить, ну, если вы пытаетесь, это ошибка, вот, вы можете, конечно, попытаться ему объяснить, что это вредно, и так далее, и так далее, но это абсолютно ни в какие ворота не будет работать, и, конечно, лучше просто перенаправить его внимание, спрятать это мороженое, не ходить мимо лотков с мороженым, там, и так далее. Это вопрос тех действий, которые вы должны предпринять для того, чтобы минимизировать интенсивность конфликта, вызванного когнитивными искажениями вашего визави, вот, это знание когнитивных искажений, которые они допускают, это способ лучше понимать, как и в каких, как бы, сказать, измененных обстоятельствах рождается эта мысль, и как сделать так, чтобы результат вашей коммуникации, то, на что вы рассчитываете, был бы более успешным.